Всем привет дорогие друзья! После выпуска про стоимость всех новых литровых спортбайков, кто не смотрел ссылка будет в описании, сегодня мы узнаем сколько же стоят и их городские собратья, так называемые уличные бойцы с двигателями от 900 и до 1000 кубических сантиметров. Пойдем от самого дешевого и до самого дорогого. Эта же цена будет актуальной на начало 2024 года. Открывает сегодняшний выпуск Kawasaki Z900. На данный момент это самый большой атмосферный naked компании. Рядная четверка от Z1000 уменьшенная до 948 кубических сантиметров обеспечивает впечатляющую мощность в 125 лошадиных сил и 98 ньютон метров крутящего момента. От нуля до сотни naked выстреливает за 3 секунды. Максимальная скорость 250 километров в час. Снеженная масса 213 килограмм. Средний заявленный расход топлива 4,8 литра на 100 километров. Бак вмещает 17 литров. Цена в Японии уже объявлена на 2024 год. Она составляет 1 миллион 276 тысяч иен. Это 8,5 тысяч долларов, что в переводе на деревянные 750 тысяч рублей. Ямаха MT-09. Этот мотоцикл очень популярен во всем мире благодаря своей рядной тройке кросс-плейн объемом 890 кубиков, который выдает 120 лошадиных сил и 93 ньютон метра крутящего момента. Разгон от нуля до сотни занимает 3,5 секунды. Максимальная скорость 210 километров в час. Снеженная масса 189 килограмм. Бак вмещает 14 литров топлива при среднем заявленном расходе в 5 литров на 100 километров. У себя на родине новый MT-09 стоит 1 миллион 100 тысяч иен за базовую версию. Это примерно 7,5 тысяч долларов. Версия SP стоит уже 9 тысяч долларов. BMW F900R, который комплектуется 895 кубовой рядной двойкой. Ее мощность составляет 105 лошадиных сил и 92 ньютон метра крутящего момента. От нуля до сотни байк разгоняется за 3,7 секунды. А максимальная скорость, заявленная производителем, составляет 216 километров в час. Средний расход топлива 4,2 литра. Бак вмещает всего 13 литров. Снеженная масса 211 килограмм. Стандартная высота по седлу 815 миллиметров. Однако этот мотоцикл имеет и версию для лицензии А2, где двигатель задушен до 48 лошадиных сил и 66 ньютон метров крутящего момента. С таким двигателем F900R способен разогнаться только до 162 километров в час. Эта версия является и самой дешевой. Цена от 9400 евро. КОНЕЦ Продолжает выпуск Suzuki GSX-S1000, который в этом году в Японии стоит минимум 1 миллион 430 тысяч иен. Это на сегодня примерно 9 с половиной тысяч долларов. Перенастроенная рядная четверка от GSX-R1000 выдает 152 лошадиные силы и 106 ньютон метров крутящего момента. Приснеженная масса в 214 килограмм разгон до сотни занимает 3,2 секунды. Максимальная скорость 250 километров в час. Средний заявленный расход топлива 5,4 литра на 100 километров. Бак вмещает аж 19 литров. Сузуки GSX-S1000S Katana. Это тот же GSX-S1000, но с дизайном, который отсылает к легендарной оригинальной модели Katana 1100 из 80-х. Все характеристики модели полностью соответствуют городскому бранту. А вот цена заметно выше. В Японии за новую Katana просят минимум 1 миллион 606 тысяч иен. Это сегодня 10700 долларов. Сузуки GSX-S950 Сузуки GSX-S950 по сути это задушенная версия GSX-S1000, предназначенная для европейской лицензии прав А2. Тот же 998-кубовый четырехцилиндровый двигатель здесь выдает всего 94 лошадиные силы, которые дополнительно душат до 47 лошадиных сил для А2. После того, как райдер получает следующую категорию прав, то с двигателя снимается ограничение по мощности до 94 лошадиных сил. А вот возможно ли его полностью раздушить до 152 лошадок, остается вопросом. Потому что GSX-S950 стоит в Европе 10500 евро, а вот GSX-S1000 уже 13000 евро. Субтитры создавал DimaTorzok от 0 до 100,212-килограммовый мотоцикл разгоняется за 3,2 секунды. Максимальная скорость 230 км в час. Средний заявленный расход топлива 5 литров на 100 км. Бак вмещает 16,2 литра. Цена в Японии 1 миллион 716 тысяч иен. Это 11 тысяч 400 долларов. Ямаха МТ-10 Которая в этом году в Японии стоит минимум 1 миллион 925 тысяч иен. Это 12 тысяч 800 долларов. Версия SP стоит уже 2 миллиона 190 тысяч иен. Это 14 с половиной тысяч долларов. Рядная четверка CrossPlanet R1 выдает 166 лошадиных сил и 112 ньютон-метров крутящего момента. При снеженной массе в 212 килограмм, Naked от 0 до 100 выстреливает за 3 секунды. Максимальная заявленная скорость 260 км в час. Средний расход топлива по паспорту 6,8 литра на 100 км. Бак вмещает 17 литров. Итальянский уличный боец Ducati Monster у себя на родине стоит минимум 12 тысяч 400 евро. Это 13 с половиной тысяч долларов. А версия SP уже 15 тысяч 400 евро. Именно его 937 кубовый L-Twin ставится на новый Ducati Desert X. Правда здесь он вне зависимости от версии выдает 111 лошадиных сил и 93 ньютон-метра крутящего момента. Снеженная масса 186 килограмм. Бак вмещает 16 литров топлива. Кавасаки Z-H2 SE. Он обладает 998-кубовой рядной четверкой, которая оснащается компрессором. Она выдает 200 лошадиных сил и 137 ньютон-метров крутящего момента. Наряженная масса 241 килограмм. От 0 до 100 байк разгоняется около 3 секунд. Максимальная скорость 280 километров в час. Средний заявленный расход топлива 5,9 литра на 100 километров. Бак вмещает 19 литров. Цена в Японии 2 миллиона 300 тысяч иен. Это примерно 15 тысяч 300 долларов. Продолжение следует. Далее с официальной ценой от 16 тысяч евро идет BMW S1000R. Дефорсированная 999-кубовая рядная четверка от S1000RR выдает 165 л.с. и 114 нм крутящего момента. Снаряженная масса 208 кг. Разгон от 0 до 100 занимает 3,2 секунды. Максимальная скорость составляет около 270 км в час. Средний заявленный расход топлива 6,2 литра. Бак вмещает 16,5 литров. Дукатти Стритфайтер В2. Это по сути раздетый понигали В2. У него тот же двигатель, что и у спортбайка. Это 955-кубовый Супер Квадро Эль Твин. Однако конструкция передней части Стритфайтера, которая не позволяет использовать воздухозаборники, как у понигали, стала причиной снижения мощности на 2 лошадки до 153 л.с. Крутящий момент также снизился до 101 нм. При снеженной массе в 200 кг Стритфайтер В2 разгоняется от 0 до 100 за 3,5 секунды. Максимальная скорость около 270 км в час. Цена от 18 тысяч евро в Италии. Ну вот, мы добрались и до самой дорогой литровой тройки, которую открывает BMW M1000R. За заряженную версию Стритфайтера в Германии просят минимум 22 600 евро. Здесь уже знакомый двигатель выдает 210 л.с. и 113 нм крутящего момента. При снеженной массе в 198 кг баварский некит от 0 до 100 разгоняется за 3 секунды. Максимальная заявленная скорость составляет 280 км в час. Стритфайтера в Германии просят минимум 22 600 евро. Далее идет BMW Augusto Brutal 1000R, который у себя на родине стоит от 34 000 евро. Даже самая бюджетная версия RS стоит 29 000 евро. Некит обладает 998 кубовой рядной четверкой, которая выдает 208 л.с. и 116 нм крутящего момента. От 0 до 100 брутал 1000R разгоняется за 3,2 секунды. Максимальная скорость по заявлению компании превышает отметку в 300 км в час. Сухая масса мотоцикла 186 кг плюс 16-литровый топливный пак. Сухая масса мотоцикла 186 кг плюс 16-литровый топливный пак. Сухая масса мотоцикла 186 кг плюс 16-литровый топливный пак. А это почти 4 млн. рублей MV Augusto Brutal Rush 1000. Это заряженная версия Brutal 1000R, которая имеет еще больше мощности. 212 л.с. и 116 нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 занимает 3 секунды. До 200 км в час 8,3 секунды. Максимальная скорость также свыше 300 км в час. Средний заявленный расход топлива 6,8 литра на 100 км. Бак вмещает 16 литров топлива. Сухая масса мотоцикла 184 кг. Сухая масса мотоцикла 186 кг. Сухая масса мотоцикла 186 кг.